Уже почти конец года, и ты наверняка радуешься тому, что через несколько дней Новый Год. Ты когда-нибудь задумывался о том, чем Новый Год отличается от остальных дней в году? Что мы празднуем? Ведь этот день, который напоминает нам, что еще одним годом в нашей жизни стало меньше. Почему этот день стал самым важным праздником для многих? Потому что нам нужна вера в новое, в изменения. Нам нужна отправная точка в том, что все будет лучше после этой перезагрузки. Поэтому нам нужен этот праздник. Но позволь спросить у тебя, почему этот день важнее других лично для тебя? Мне хочется призвать тебя впервые посмотреть на Новый Год реалистично. У тебя есть два варианта. Или ты, по примеру, остальных воскликнешь «Ура, Новый Год, все круто!» и будешь радоваться без какой-либо на то рациональной причины? Или подумывая о Новом Годе, как о новом начинании, наполнишь этот день и радость ему реальным смыслом. Твоим смыслом. Наполнишь этот день твоим праздником. Как это сделать? Давай объясню. Это можно сделать, увидев в себе кузнеца собственного счастья. Взяться за штурвал своей жизни. Не поддаваться пессимизму. И вместо того, чтобы завидовать тем, кто живет лучше тебя, брать с них пример и делать больше шагов к достижению своей цели. Перестань оправдываться. Нет ни одной причины того, чтобы не начать двигаться сейчас. Поставить перед собой цель вести здоровый образ жизни. Начать заниматься спортом каждый день. Изучать неизвестные тебе вещи. Каждый день читать определенное количество времени. Избавиться от плохих привычек и поменять их на хорошие. Другими словами, стараться сделать что-то новое. Что-то лучшее. Стать человеком, отдалившимся от всех своих отрицательных черт и вдохновляющий остальных. Заставляя остальных говорить. А, так это он. Он же таким не был. Посмотри, как он исправился. Как изменился. Давайте поговорим начистоту. Очень многие в новом году пожелают вам новую машину, новый дом, работу получше, больших доходов, миллион долларов, отдых мечты на Мальдивах или что-то в этом духе. Чего бы они вам не пожелали, они связывают счастье в жизни с исполнением этих желаний, с каким-то предметом, деньгами и так далее. Это влияет на вас, и вы начинаете думать, что это сделает вас счастливым. Но, к счастью, это не так. Поймите, что у вас может быть большой дом и новейшая модель автомобиля, но если вы пессимистичны, ничем не довольны, неблагодарны, завидуете всем вокруг и связываете свое счастье лишь с каким-то возможным предметом, событием или человеком, одним словом. Если вы думаете, что ваше счастье зависит от каких-то событий в будущем, то даже если вам подарят Феррари или дом самого богатого человека Индии Муке Шамбани стоимостью миллиард долларов, ваше счастье продлится не дольше пары месяцев. Человек, живущий в грезах о доме, машине или отдыхе, не видящий ценности сегодняшнего дня и думающий лишь о плохом, ждущий момента, когда его настигнет счастье, человек, который думает, что счастье в будущем, в какой-то цели, а не в пути, который он проходит и в ценностях, которыми он живет, никогда не будет счастлив больше, чем на несколько дней. Поэтому, если хочешь быть счастливым, в этом новом году не ставь себе цель увеличить количество вещей, которые у тебя есть, или поменять их, и не желай этого другим. Поставь цель изменить свое мышление, изменить свои мысли, изменить плохие привычки, изменить свой образ жизни. Поставь себе цель гордиться собой за то, что ты делаешь правильные вещи и живешь по своим ценностям. Поставь себе цель общаться с успешными и счастливыми людьми, меньше зуждать других, меньше жаловаться, больше творить. Одним словом, поставь цель изменить себя. Хочешь узнать, как? Позволь расскажу. Прежде всего, хватит видеть себя слабаком. Я призываю тебя перестать жаловаться, что у тебя не хватит сил, не хватит ума, что нет богатых знакомых, что я начну двигаться к своему счастью, когда закончу вуз, когда женюсь, разведусь, когда куплю машину и так далее и тому подобное. Ты ничем не слабее любого другого человека на земном шаре. Неважно, толстый ты или худой, считаешь себя красивым или нет, с плохим ты зрением, или как-то по-другому отстаешь по физическим показателям, все равно. Если ты обладаешь мозгом, способным понять и осознать все сказанное в этом видео, ты ничем не хуже никакого миллиардера, никакой знаменитости, никакого управляющего какой-либо компанией, государства или организации, не того, кто говорит тебе все это, то есть меня. Не вини себя за отрицательные качества, которые ты заметил в себе, посмотрев какое-то видео на этом канале, или сравнив себя с другим человеком. Отрицательные качества – не признак некомпетентности. У всех, кого ты только можешь себе представить, есть огромное количество отрицательных черт. Наоборот, то, что ты заметил в себе эти отрицательные стороны, делает тебя куда более сознательным, дальновидным, сильным, глубоким, развитым человеком. Пойми, что всегда будут проблемы и задачи, которые надо будет решать. Всегда будут вещи, которые зависят не от тебя. Но ничто это не дает тебе права не строить свое счастье каждый день, наслаждаясь созиданием и тем образом жизни, что ты ведешь. Так что на Новый год окажи себе услугу. Закрой глаза и, сосредоточив мысли лишь на себе, скажи себе эти слова. Я очень сильный, я умен, я талантлив, я в силах справиться с чем угодно. Нет ни единой задачи, которую я не смог бы решить. Ничто и никто не может меня испугать. Я – произведение искусства. Произведение искусства, способное с невообразимым совершенством управлять своими мыслями и своим телом. Это я, настоящий я, внутренний я. И в Новом году я буду идти по тому пути, который выбрал я. Я буду жить под тем ценностям, которые выбрал я. Я перестану обманывать себя и искать повод что-то не сделать. Я сделаю все, чтобы год был счастливым. И прожил я его со смыслом. С этого момента никто, никакая вещь, никакое событие и никакая проблема не помешает мне достичь своих мечтаний и быть счастливым. С Новым счастливым годом, друзья! Не забудьте поделиться видео с теми, кто вам важен. И подписаться на наш канал. Спасибо.